Добрый вечер, братья! Пришло время обсудить очередное домашнее задание. Наш сегодняшний урок посвящен обстоятельственным причастиям настоящего времени в греческом языке. То есть мы с вами будем говорить о таких причастиях, которые в основном на русский язык переводятся дейпричастиями и описывают некое действие, связанное с действием главного глагола, и которое образовано от основы глаголов настоящего времени. Как всегда напоминаю, что данное видео вы можете смотреть только после того, как самостоятельно выполнили все домашнее задание, сделали максимум того, на что вы способны, и теперь желаете проверить себя, ну и познакомиться еще с какими-то нюансами греческого языка. Итак, приступим с первого предложения. В данном случае причастие это дидаскон, видите, дидаск, основа глагола настоящего времени, дидаско, и он, окончание именительного падежа единственного числа. Ну, напоминаю, что причастие суффикс nt, но в именительном падеже единственного числа и нулевое окончание, t выпадает, остается только n, и омикрон компенсаторно удлиняется в омику. Поэтому из онт с омикрон остается он с омикой. Но это окончание вам очень хорошо нужно запомнить, оно чрезвычайно часто встречается буквально несколько тысяч раз в Новом Завете. Причастие у нас в именительном падеже, единственном числе, согласуется с подлежащим предложениям, не имеет артика и нормально переводится дейпричастием. Это множественное число, но по-русскому обычно переводим единственным. Это он сказал в синагоге, уча дейпричастия в Капернауме. Второе предложение. Причастие в данном случае керюсон, видите, опять же, привычное нам окончание он. Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Бога, ну, или Евангелие Божие. Как видите, достаточно легко переводить. Переводим причастие дейпричастиями, и у нас почти всегда все здорово получается. Третье предложение. В данном случае у нас причастие Легонтес. Оно во множественном числе, окончание С, помните, это третье склонение, поэтому мы здесь хорошо видим морферму причастия НТ, и такую форму даже легче распознавать, чем с формы с окончанием он. Опять-таки, оно согласуется с подлежащим. Подлежащее, видите, множественного числа, поэтому и причастие множественного числа. Ну, и вообще у нас в этом уроке в основном будут причастия в именительном падеже, согласующиеся по числу, ну, и по роду с подлежащим, вот, не имеющие артикля. То есть вот то, что обычно переводится дейпричастиями, то, что вот в греческой грамматике называется обстоятельственными причастиями. Ну, а теперь давайте по порядку. Многие. Элеусонтай – это будущее время от глагола хамай. Глагол с несколькими корнями, и в случае таких глаголов, как обычно, нужно заучивать разные временные формы. Тут логики особо никакой нет, просто вот так вот и заучиваете. Эхамай, элеусонтай, элтон и так далее. Итак, это будущее время. Многие придут. Эпито хамаматиму. Ну, как бы на основании имени моего, или что-то в этом роде. Презлог эпи, он чрезвычайно многозначен. Но можно перевести, вот, как-то под именем моим. Говоря, что я есть. Ну, можно добавить для красоты, говоря, что это я. Что это я есть. Итак, многие придут под именем моим, говоря, что это я. Четвёртое предложение. Эпариоэто, гар, тэн, холдон, ауто, хайрон. Данное предложение при участии хайрон, глагол хайро. И вот видите, окончание он. Эпариото, глагол пореумай. Глагол и в настоящем времени встречается, в форме среднестрадательного залога. И в других временах тоже не имеет формы действительного залога. В данном случае у нас форма имперфекта. Видите, э, приращение. Парео, основа. И это стандартное вторичное окончание. Единственного числа. Ибо он шёл дорогой своей радуясь. И причастием, переводим, что делая. Ну и вот образ действия в данном случае. И причастием, ну, или обстоятельственным причастием по-гречески, описывается. Я перевёл дорогой. Ну, здесь ввинительный падеж. Вы, конечно, могли бы перевести так вот формально. Он шёл дорогу свою. Но обычно всё-таки шёл дорогу мы не переводим. И шёл дорогой более естественно для русского языка. Ну, напомню, что вот глагольное управление, то есть то, какие падежи или другие предложенные конструкции, ещё что-то при себе требуют глагол, они не вполне совпадают в разных языках. Но, тем не менее, вот ввинительный падеж показывает, что слово дорога, она как-то подчинена глаголу шёл. И поэтому вот мы так и переводим. Пятое предложение. У нас здесь два причастия. Дидарсконтес и эонгелидзо мэной. Дидарсконтес, в виде суффикс «энтэ», именительный падеж, множественное число, это форма действительного залога. Эонгелидзо мэной, в виде суффикс «мен», это форма среднестрадательного залога. Ну, напоминаю, в настоящем времени формы среднего и страдательного залога, они всегда совпадают, ну, поэтому можно говорить либо о совпадающих формах, либо о какой-то единой среднестрадательной форме. Глагол эонгелидзо, хотя и может встречаться в форме действительного залога, однако гораздо чаще встречается вот в такой вот среднестрадательной форме, ну, или, там, например, в аоресте, в средней форме. Почему? Ну, во-первых, для каких-то вот речевых актов, ну, для глаголов, обозначающих вот высказывание в греческом языке, типичное использование среднего залога, во-вторых, здесь есть, видимо, еще и такой существенный оттенок заинтересованности. Помните, одно из значений среднего залога в греческом языке, это некая заинтересованность, подлежащая в действии, какая-то активная вовлеченность в действии. Ну, сразу же напомню, что если глагол стоит в форме действительного залога, это не значит, что заинтересованность, нет, просто действительный залог на уровне формы ничего не подчеркивает. А вот средний залог формой подчеркивает заинтересованность и благовестие. Дело такое, что заинтересованность того, кто в этом дело участвует, вполне естественное, такое ожидаемое явление, поэтому-то мы и не удивляемся, очень часто встречая глаголы о Евангелинзе в форме среднего залога. Ну, теперь давайте вместе. Павел же и Варнава оставались в Антиохии, уча и благовествуя с и другими многими слово Господа, ну или Господне. Ну, я перевел уча и благовествуя по-русски вот благовествовать, ну, на меня нет особого выбора, мне в любом случае приходится ставить в действительный залог, у меня нет бы какой-то вот формы в русском языке, которая вот соответствовала, это, не знаю, выражению заинтересованности или еще чего-то, поэтому вот так вот мы переводим, но просто для этого глагола отмечаем такую интересную особенность при возможности выбора действительного залога предпочтения авторами среднего залога. Шестое. Кай анабейнон хоисус эйс хересолума парэлабэн туз додека. Видите, окончание он, вот у нас здесь причастие, и восходя Иисус в Иерусалим взял двенадцать. Не очень естественный порядок слов получился, по крайней мере в русском языке мы обычно используем несколько иной порядок слов. В греческом подлежащее предложение, видите, хо Иисус может вклиниться внутрь причастного оборота, а по-русски такая свобода в порядке слов, как правило, не допускается. Ну, причастный оборот у нас какой? Ну, где и причастный вот в русском? Восходя в Иерусалим. Поэтому, чтобы предложение по-русски звучало естественно, нужно подлежащее предложение поставить либо до оборота, либо после оборота. То есть нормальные варианты перевода И, Иисус, восходя в Иерусалим взял двенадцать. Ну, либо И, восходя в Иерусалим, Иисус взял двенадцать. Так и так нормально, а вот оставить подлежащее внутри зависимого оборота, это несколько отклониться от норм русского языка. Седьмое предложение. У нас в данном случае причастие Кэрюсон, видите, окончание он, и Паракалон, еще одно окончание он. Ну, даже, это слово у нас даже и встречалось. И пришел, проповедуя в синагогах их во всей Галилее и бесов изгоняя, а, да, вот еще одно причастие, Эксболон, видите, опять окончание он, и приходит к нему прокаженной прося его. Вот, смотрите, какая большая плотность причастий в тексте. Это вообще очень типично для греческого текста. В греческом тексте реально много причастий. Раньше они для вас переводились в учебных заданиях, а вот теперь вы причастие переводите, наконец, сами. Так что вот, и он пришел, проповедуя в синагогах их в всей Галилее и бесов изгоняя, и приходит к нему прокаженный прося его. Да, вот у нас главный глагол пришел, приходит, ну, грамматически главный глагол в приложении, а при части описывают вот множество действий, которые там сопутствующие, параллельно этому всему совершаются. Восьмое предложение. Хосте эн 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 то есть герусо лумис эн то пасха эн то герте полуи эпистелусан эйсто онумал ауту тегронтис ауту та семега х эпуэй. Когда же он был в Иерусалиме, в Пасху, в праздник, ну, в Пасху, в праздник, по-русски мы бы сказали, в праздник Пасхи, или на празднике Пасхи, наверное, да, можно и так сказать, многие уверовали, это от глагола пистел, аорис, видите, это приращение, пистел, основа, са, стандартный аорисный суффикс, многие уверовали в, во имя его. Теорунтес, глагол Теорео, вот здесь вот дифтонг У, потому что эпсилон корня, Теорео, слилась с омикрон соединительной гласной, эпсилон плюс омикрон, стандартно дает дифтонг У, поэтому Теорунтес, видя его знамение, которое, а, относительное местоимение, Эпуэй, Пэй он делал, это имперфект, от глагола Пэо, ну, делал в течение какого-то времени, поэтому имперфект, Э, приращение, Пэй, Э, и здесь две, эпсилон слились, дифтонг Эй, Пэо, корень, и эпсилон, окончание третьего лица единственного числа, вот, вместе дали дифтонг Эй, вот, в отношении таких форм, будьте внимательны, потому что тут лицо можно легко перепутать. Так что, когда же он был в Русалиме, на празднике Пасхи, многие, видя, многие уверовали во имя его, видя его знамение, которое он делал. Девятое предложение. В данном случае у нас причастие Пасхи, Пасхи и Айтуса. Это причастие женского рода, видите, речь идёт о матери в Санавизе Ведея, поэтому, вот, соответственно, причастие согласуется с подлежащим, вот, помните, вот, вот, особенность греческих причастий, потому что с русскими две причастия легко, русское депричастие, там, по родам, числам, подлежам вообще никак не изменяется, просто поставили и всё, а греческое причастие, даже за стоятельственное значение, оно согласуется по роду, числу, подежу с подлежащим предложением. И так как подлежащая мать, то, соответственно, и это, и это причастие у нас женского рода. Ну, и софикс причастия уса. Тогда подошла к нему, ну, предлог к я добавил для благослужащего, подошла ему, по-русски мы не говорим, тогда подошла к нему мать сыновей Зеведея с сыновьями её, ну, или своими, проскунуса от глагола проскунео, что делать, кланяясь, и, айтуса от глагола айтео, и прося что-то, нечто от него, ну, или у него, обычно просим у кого-то, прося нечто у него. Ти, видите, без ударения, а не путайте с ударным ти, а ти ударное – это вопросительное местоимение, ну, здесь в данном случае средний род, вопросительное среднего рода было бы что или почему, а ти без ударное – это неопределённое местоимение, ну, средний род, поэтому нечто, что-то и так далее. Тогда подошла к нему мать сыновей Зеведея с сыновьями своими, кланяясь и прося нечто у него. Десятое предложение. Причастие в данном случае мар-ту-ру-мэ-не. Гогол марту-ре-о. Вот этот дифтонг-у – это из-за слияния. В данном случае у нас хорошо виден среднестрадательный суффикс «мен». Ну, здесь мы явно видим страдательный залог, видите, дальше конструкция «хупу-тоному». Предлог «хупу» с родительным падежом – это стандартный способ показать действующее лицо при глаголе «в страдательном залоге». Праведность Божия, праведность Бога, ну, вообще, при толковании этой послании к римлянам из третьей главы, здесь очень длинная история толкования фразы «праведность Божия», что это праведность, присущая Богу, праведность, проявляемая Богом в его спасительном действии, праведные требования Богу к человеку, праведность, меняемая человеку Богом и так далее. То есть вот в зависимости от своего богословия разные толкователи очень по-разному толкуют связь, на которую указывают родительные падежи между праведностью и Богом. Ну и, кстати, само слово «праведность» тоже чуть-чуть по-разному толкуют, там, в святии ветхозаветного потребления и так далее, но, в общем, традиционное протестантское понимание восходящее к лютеру, что праведность Божия – это праведность, которую Бог меняет человеку. Итак, праведность Божия была явлена, появлена, а вот теперь свидетельствуемая, или как «будучи свидетельствуема» законом и пророками. Ну, помните, вот в уроке мы с вами чуть-чуть обсуждали проблему перевода страдательного залога обстоятельственных причастий, оно в каких-то случаях, да, добавление слова «будучи» помогает, «будучи свидетельствуема» законом, но в каких-то случаях можно просто перевести «причастием» и даже, может быть, чуть более благозвучно будет «свидетельствуемая» законом и пророками. А в целом, конечно, все получается все равно коряво. Праведность Божия была явлена, «свидетельствуемая» законом и пророками. Ну, мы понимаем смысл, мы понимаем, что закон и пророки свидетельствуют о явленной Божьей праведности. Вот. И мы, конечно, можем вот такой вот буквальный перевод оставить. Ну, и для учебного перевода буквальный такой вот праведность, как-то «будучи свидетельствуемой законом» или «свидетельствуемой законом», если чуть покрасивее вы хотите, это нормально вот для учебного перевода. Но для литературного, вот как, например, авторы синодального перевода поступили, праведность Божия явлена, о которой свидетельствуют законы пророки, просто превратив страдательную конструкцию в действительную. А в русском языке страдательный конструкция – страдательный залог, страдательные конструкции, развитые хуже, чем в греческом. И поэтому там, где греки нормально используют страдательную конструкцию, вот для русского языка она как-то выглядит чуть-чуть коряво и тяжеловесно, поэтому вот в литературных переводах иногда страдательные конструкции преобразуют в действительную. Но в любом случае, прежде чем вы что-либо начнёте преобразовывать, вы должны перевести и понять, как есть, а уж потом решать, что делать дальше. Одиннадцатый предложение. Евангелизонтес – это то, лаво, энте Херусалума, хоои, мазетай, эдоксадзонтон, иисум, диапантатасэмэ, кайтас, дунамэис, ауту. Евангелизонтес – энте, видите, суффикс, окончание – это именительный падеж множественного числа от Евангелизонтеса, в данном случае в действительном залоге, то есть вот, ну, это сочиненное предложение, Маус не стал осложнять вам жизнь и ставить ещё и средний залог, он просто вот воспользовался действительным залогом от глагола Евангелизонтеса, ну, и образовал причастие. Благовествуя народу в Иерусалиме, ученики прославляли эдоксадзонт, эдоксадзонт – это имперфект, ну, продолженность подчеркивает, видите, э – превращение, эдоксадз, точно такая же основа, как в настоящем времени, и вот окончание – он. Ученики прославляли Иисуса, диапанта – из-за всех, ну, или в данном контексте можно перевести «за все знамения и чудеса Его». Благовествуя народу в Иерусалиме, ученики прославляли Иисуса за свои знамения и чудеса Его. Двенадцатое предложение. Благовествуя народу в Иерусалиме, это причастие от глагола «казема». Видите, вот это «кат», «кав», прочитано в византийском прочтении, ассоциируемое с кафедрой, может быть, помогает это запомнить, от глагола «сидеть». Он и в форме личного глагола встречается только в форме среднего залога, то есть не в форме действительного залога, ну вот, такова уж особенность этого глагола, ну и поэтому в причастиях тоже, видите, в среднестрадательной форме, но переводится просто «сидеть». Ну, в данном случае причастие, да, с подлежащим согласуется, все нормально, «сидя с двумя», помните ли, слово «дуо», оно во всех падежах «дуо», кроме дательного падежа, где у него появляется форма «дусин», в лексическом минимуме у вас эта информация есть, «сидя с двумя» в церкви, этот, ну и ухутус, в данном случае, похоже, окончая указательное значение, ослаблено до простого «он», ну, этот, или пусть будет «он», «пар-э-ка-ле-сэн», от глагола «паракалео», в данном случае видеть «пар», «э-перощение», «калэ» и «сэн», аорисный суффикс, этот, или он, «повещевал», «тон-андра-кай-тэн», «гунайка», «мужа и жену», «друг другу говорить», ну, и конструкцию с предлогом «н», можно, помните, творительным падежом переводить, и здесь это вполне естественно звучит, «словами любви». Итак, «сидя с двумя» в церкви, он увещевал мужа и жену, «друг другу говорить», «словами любви». Ну, надо, можно предположить, что пастор какую-то душепопечительскую работу проводит с семьей. Опять-то, конечно, внешне сочиненное предложение. Тринадцатое. Эдига, хо-те-ос, хо-те-эн, хэ-ан, хэ-мера, фа-гэ-те, ап-ауту, диа-ноюх, тэ-сон-тай, хэ-мон, хой овтальмой, кай а-о-сэ-стэ, хос-тэ-ой, генос-контэ, скалон, кай-понерон. У нас здесь причастие генос-контэс, от глагола генос-ко, в виде антэс-суффикс, а именительное множественное. Вот, так что вот, хорошо, опять-таки, узнаваемая форма, но давайте по порядку. Ибо знал. Вот это слово, кстати, слово знал, э-дэй, может быть, вам чуть-чуть трудновато узнать, это форма плюс-квамперфекта от ойда. Вот так всё жутко звучит, плюс-квамперфект от ойда. Но вы помните, что глагол ойда всегда перфект? Вот так, ну просто, это форма перфекта, да, и переводится просто настоящим временем, знаю. А прошедшее время, ну, перфект такой сдвинутое в прошлое, от ойда, это, естественно, плюс-квамперфект, довольно редкая форма, но для ойда как раз вполне естественная. И вот таким вот образом происходит трансформация этого глагола. Да, может быть, трудновато узнать, поэтому стоит заучить, ну, вот это эд, видите, появляется, и это там вот с подписной ойда, вот это, и это ушла, тут вот это, там, наверное, какой-то сложный исторический процесс, и еще эй, которая здесь играет роль образующей времени. Это еще так называемый второй плюс-квамперфект, там не кэй, а просто эй. Вот, ну, либо просто вот как-то заучите, что это такое прошедшее от ойда. «Ибо знал Бог, поэтому вот где-то переводится, где-то нет, в день, в который вы вкусите, например, можно или как-то вот так, какой бы день вы не вкусили, если вы хотите с «б», от него откроются, ну, формально это, видите, будущее время страдательного залога, где, ну, их в виде тез, суффикс, типичный для будущего времени страдательного залога, и первичное, среднее окончание он, тай, но в данном случае, как бы перевести, как будут открыты, наверное, не очень естественно, кем там будут открыты, весь контекст подталкивает нас к откроються, ну, мы с вами где-то немного обсуждали, что страдательные формы, ну, или то, что традиционно называется страдательные формы, все-таки имеют более широкий спектр значения, в том числе описывая и спонтанные действия в каких-то случаях, и какие-то там такие вот самостоятельно сделанные действия, то есть когда вот там повернулся и так далее, в данном случае вот открылся, поэтому откроется нормальный перевод, откроются ваши глаза, и вы будете, будущее время это иметь, с, и окончание среднее, легко узнать, если вы запомните, особенность, как боги, зная, добро и зло, как видите, вот опять же перевод, где причастен, хорош, ибо знал Бог, что в день, в который вы вкусите от него, откроются ваши глаза, и вы будете как боги, зная добро и зло, четырнадцатая, четырнадцатая, когда вот причастие, у нас в данном случае геноскуса, вот здесь две, уса, это вот причастный суффикс для женского рода, поэтому мы понимаем, что вот здесь вот о женщине идет речь, поэтому, кстати, с самого начала, мы когда будем переводить, надо тогда нам женским родом переводить, и она сказала этим мужчинам, мужам, мужчинам, Эйпен, вы помните, что он сказал, она сказала, но он сказал, в греческом языке в прошедшем времени глагола никакого рода нет, а в русском есть, поэтому вот уже следуя требованиям русского языка и понимая, что речь идет о женщине, мы, собственно, и переводим он женским родом, и она сказала, уже мужчинам, двоеточие, начинается, зная, знаю я, вот это вот конструкция, зная, знаю, ну, геновское, видите, эго, эго, это усилительное, геновское, так я знаю, еще эго, и, что подразумевает, зная, знаю, зачем такая сложная конструкция, ну, это один из способов выразить усиление в древних языках, очень типичный, зная, знаю, подразумевается, что точно знаю, то есть, вот так, не дословный, а смысловой перевод, я совершенно точно знаю, ну, еще эго, я, совершенно точно знаю, да, вот так буквально листки, зная, знаю я, что Бог ваш передает вам землю эту, ну, это Раф двум израильским шпионам, видимо, говорит, пятнадцатое, пятнадцатое, виден, так что все в порядке, ибо, делая волю Христа, ну, или вот, про волю лучше сказать, ибо, исполняя волю Христа, мы найдем покой, в данном случае, это будущее время от глагола хелориско, хелор, иск, это суффикс настоящего времени, типичнейший для настоящего времени, агеноско, хелориско, апотнеско, вот это ск, ска, ска, встречаются у многих глаголов настоящего времени, но за пределами настоящего времени они соффикс все это не имеют. И вот хелор, вот это вот, в данном случае будущее времени, видите, с, образующая будущее время, мы найдем покой. Ибо, исполняя волю Христа или Христову, мы найдем покой. Шестнадцатая. И разнообразие ранее – это непричастие в именительном падеже. От глагола «эхо» мы понимаем, «эхо» видите, «энтэ» суффикс и «а». Это третье склонение, напоминаю, поэтому это винительный падеж единственного числа. Ну и ближайшее слово в винительном падеже единственного числа, с которым оно, конечно, согласуется, «тонхвё». Так как это не именительный падеж, а винительный, то переводить мы это будем не идеей причастием, а причастием. Это такая вот моральная подготовка для вас к следующим урокам, чтобы вы посмотрели на причастия, переводимые причастиями. Ну да, это как-то выходит за пределы темы данного урока, но, наверное, вот такое забегание вперед – это педагогический прием. Хорошо, ну давайте по порядку. И он ответил, и ответил ему один из толпы. Ну, «апокрита» от глагола «апокриномай». В аоресте он почти всегда, хотя встречается в страдательной форме, хотя есть несколько случаев его употребления в аоресте и в средней форме. И та, и другая форма встречаются, действительно не встречается, но без большой разницы в значениях. Некоторые какую-то разницу пытаются найти, но кажется, не очень обоснованно. Поэтому, ну, переводим просто «отвечать». И ответил ему один, «эйс» с «эйс» не путайте, видите, «хак при дыхании», один из толпы. Учитель, звательный падеж, и да. «Я принёс сына моего к тебе, имеющего духа». Ну, ауэлон, да, вот, вот, лале, корень лалео, глагол нам знакомый, как не говорящего, не мова, имеющего духа не мов. Ну, да, вот в данном случае причастие, согласующееся по роду, числу и подержу со словом «сын», является к определению к слову «сын». Сына какого? Имеющего. Причастием, переводим на русский язык. И ответил ему один из толпы, учитель, и принёс сына моего к тебе, имеющего духа не мов. Семнадцатое. «Ов калмус эхонтес, о блэпете, кай ото эхонтес, ук акуэта». Эхонтес, это причастие, ну, в данном случае всё нормально, именительный падеж, всё согласуется с подлежащим, потому что причастием переводим «имея», да, и здесь вот ещё один раз. Глаза, имея, не видите и уши, имея, не слышите? Вопрос. Восемнадцатое. «Поломен ум кай хетера паракалон эвенгелит зето тон лон». «Паракалон». Видите, «он» от глагола «паракалео». Ну, кстати, вот мы уже один раз глаголы-то встречали, не сказали, но я вам сейчас вот скажу. «Паракалео» — это эпсилон-слитный глагол, но эпсилон с омегой, когда сливается, естественно, омега, эпсилон, как и большинство других букв, легко проглатывает. Ну, только вот здесь облечённое ударение, оставшееся нам намекает на то, что слияние произошло. Ну, в любом случае, «покаракалон» хорошо видно, так что форму мы узнаём. Итак, ну, кстати, «мен» — вот тут частица, она редко переводится на русский язык, она идёт в паре с «д». Ну, «д» где-то, наверное, дальше должна была быть её по контексту, нет. «Мен» обычно не переводится, «д» переводится таким категорическим отрицанием «но». Но в целом эти две частицы как бы с одной стороны, с другой стороны просто такой перевод громосковат. Итак, «многие, многое и другое, увещевая, он благовествовал народу». А в данном случае у нас имперфект от глагола «вангелицо». Видите, «эо» воспринимается как приставка, вот она стоит. «Эо» удлинилось, вот когда произошло превращение в эту, поэтому «эоэ» — «гелидз», ну, корень остался такой же, как в настоящем времени. И это среднее окончание, вторичное. Мы уже говорили, «вангелидзе» — средний залог, очень типичен. Итак, «многие и другое, увещевая, он благовествовал народу». Опять же, «благовествовал народу» — это винительный падеж. То есть мы понимаем, что с глаголом связано какое-то дополнение, на которое направлено действие. Но по-русски «благовествуют кому-то», а в винительном падеже «благовествовать» по-русски было бы что? Ну, «благовествовал народ», да, «евангелизировал народ», да, вот такой вот, может быть, не очень красивый. Ну, вот так вот, теоретически можно было бы сказать, но лучше вот «благовествовал народу», следуя норме русского языка. 19-й. В данном случае у нас в перечастие «карусон», уже знакомое нам, «еангелизомонос», уже знакомое нам. Опять, видите, в среднем залоге, тут в действительном залоге, тут в среднем залоге, но это мы уже все обсуждали. Он проходил по городам и селениям, катаполин, тут по городу, да, но глагол «ката» у него есть такое распределительное значение, то есть, когда нужно сказать «по городам», там вот используется глагол «ката» с объектом «предлога», вот поэтому вот просто такая вот особенность употребления катаполиного распределительного значения переводится по городам, ну, сношка должна быть в рабочей тетради, так, «он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя царство Божие, их двенадцать с ним». И последнее. «Эсилтон де эстен сунагоген эпарэсиазето эпи минус трейс дел гомонос кай пейтун та перетес василэстуту». «Войдя», кстати, тоже причастие, да, но аорисное, поэтому вам переведено. А теперь что у нас еще? А, вот у нас причастие «ди-э-ле-го-мэ-нос», «ди-э-ло-ле-го-май», «спорить», и вот здесь суффикс «мен» среднестрадательное, ну, это просто особенность употребления данного глагола, ну, и вообще глаголы «спорить», «бороться», «воевать» и так далее, то есть вот предполагающие некую взаимность, взаимодействие в греческом языке достаточно типично имеют среднестрадательные формы, и пейтун, убеждая, видите, он нормально действительно залог от глагола пейта, причастия «убеждать». Войдя же в синагогу, дерзновенно говорил, «прессиадзето», слово, наверное, дано, вот, и «э-пи-минус-трейс», ну, каково, около трех месяцев в данном случае предлог, «э-пи» довольно широкий по значению, около трех, в течение, может быть, трех месяцев, можно перевести «минус-трейс-три месяца», споря и убеждая о царстве Божьем. Вот мы с вами посмотрели целых 20 предложений, содержащих причастия, в основном у нас причастия были в именительном падеже, потому что у нас такая тема, обстоятельственное причастие одно исключение, да, вот, да, да, ну, для тренировки, а так вот пока достаточно монотонные формы вы разгадывали, и переводили мы, видите, с вами очень монотонно все, вообще все мы перевели на русский язык «дейпричастиями», ну, и какая-то сложность возникла только один раз, когда, ну, да, можно перевести из «дейпричастием», просто вот довольно корявая, с точки зрения русского языка, конструкция получается, можно ее потом поправить. А так, видите, как, в принципе, все вполне нормально получается. Перевод причастий, особенно обстоятельственных на русский язык, очень легкий. Конечно, переведя, мы не заканчиваем на этом работу как толкователи, потому что все-таки причастие обозначает какое-то действие, как-то соотнесенное с действием главного глагола, и иногда как толкователи мы должны, ну, иногда, да, часто как толкователи мы должны ответить на вопрос, как действия соотнесены друг с другом, потому что, хотя часть действий там, ну, просто вот как бы вместе, одновременно происходящие, это причастие описывает, ну, не знаю, там и так многое и другое, увещевая, он благовествовал народу, да, ну, вот где-то здесь и манера того, как он это делал, ну, и просто еще вот сопутствующие действия, ну, гляньте, 17-е предложение, глаза имея не видите и уши имея не слышите, вот здесь вот это имея имеет такое значение уступки, то есть хотя вы имеете глаза, вы не видите, то есть несмотря на то, что вы имеете глаза, вы не видите, это не то, чтобы так нужно было переводить, это уже мы как толкователи понимаем, да, здесь есть уступка, то есть вот несмотря на то, что имея глаза вы должны были бы видеть, вы не видите, и вот эта вот причастная конструкция оказывается вот такой довольно яркой, поэтому вот где-то, где-то это уступка, где-то условия, где-то, вот смотрите, как здесь усиление, зная знаю, то есть точно знаю, то есть вот это вот очень по-разному могут соотноситься значения, вот, например, будете как боги, зная добро и зло, и это причина, да, вот знание добра и зла, это причина по тому, для того, чтобы вы будете как боги, поэтому, как переводчиков, работа с обстоятельствами и причастиями заканчивается быстро, а толкователи только начинаются, и вот надо вот эти вот зачастую ясно, прямо проговаривать вещи, причины, условия, уступки, то есть как соотносятся действия между собой. Ну, брать у нас еще будет потом второй курс греческого языка, где мы этому больше внимания уделим, а пока спасибо за внимание, благословений!